До Нового года осталось 12 дней, чтобы не испортить новогоднее настроение. В эти морозные дни не надо забывать и о здоровье. Как не заболеть и уберечь детей, знают, конечно, врачи. А теперь и мои коллеги. Советы просты. Тщательно мыть руки, промывать нос соленой водой, использовать оксалиновую мазь, проветривать помещение и по возможности избегать контактов с большим количеством людей, непосредственно с больными. Как бы не мутировали вирусы, методы профилактики остаются неизменными. На сегодняшний день подъем заболеваемостью острых респираторных инфекций не отмечается. Также не зарегистрировано случаев гриппа. Но в то же время на одном уровне держится заболевание, спокнимание. Поэтому родителям хочется сказать, особенно с малышами, чтобы родители не ходили в гости с малышами, не ходили в места массового скопления, сидели дома, ухаживали за своими малышами. Когда Юля Машанова затемпературила, родители не сразу обратились к врачу. Поэтому выздоровление ребенка затянулось. Долго держалась температура. Сами дома пытались лечить. Но через некоторое время температура так и не прошла. Еще повысилась 39,5. Мы решили вызвать на дом врача. Она нам посоветовала сделать рентген. Мы его сделали и направили нас сюда, в инфекционную больницу. Был сильный кашель. Поставили нам диагноз – правосторонняя пневмония. У нас как осложнение. Мы, наверное, пропустили что-то. Сразу не забили тревогу. Как обычно, немножко стали дома лечиться сами. Мед с молоком, травяные чаи, горчичники и банные процедуры. Чаще всего в лечении детей – не помощники. А иногда могут и усугубить ситуацию. И вообще заниматься самолечением врачи строго-настрого запрещают. Чем раньше борьбу с инфекцией начнут специалисты, тем выше вероятность быстрее поправиться. Не вводите своего ребенка в стрессовую ситуацию, а как можно раньше обращайтесь к врачу. Самолечение недопустимо однозначно. И даже вот когда говорят, что грипп – это крайне тяжелое заболевание, крайне тяжелое заболевание, и может приводить даже к смертельным последствиям. Поэтому самолечение недопустимо. Только медицинская помощь. Не заболеть или легче перенести грипп, и взрослым и детям помогают и вовремя сделанные прививки. В этом году прививочная кампания, конечно, уже завершилась. Если все же вам понадобится консультация доктора, скорая помощь работает круглосуточно. В новогодние каникулы неотложную медицинскую помощь будут оказывать в БСМП, ГКБ номер один и в Республиканской детской клинической больнице. А в остальных медучреждениях 30 декабря, 1, 7 и 8 января – выходные дни. 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января – стационары и амбулаторные службы будут работать по графику субботы. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.